Пришлось даже собирать экстренно специальное совещание с участием представителей всех туристско-экскурсионных фирм, и мелких, и крупных. С каждым днём их становится больше, при этом в правоохранительные органы поступают жалобы от туристов на то, что транспортно-экскурсионные услуги выполнены на достаточно низком уровне. Гости курорта разочарованы, а нелегальщики, чаще всего даже и нагородние граждане, довольны. Удалось заработать на доверии курортников. Какие-то негодяи, которые сюда приехали и хотят здесь жить и делать здесь неправильный бизнес, мы этого не допустим. Мы пригласили сюда некоторых таких людей. Город, который удостоился принимать Кубок Конфедерации, не красит такие сомнительные туры, когда посмотреть на канадку можно исключительно с дороги. Более того, автотранспорт, предоставленный для поездок на поляну, не всегда комфортный и безопасный. В спорной Германии играла вчера, Австралии. В каких городах играют такие команды? А мы все думаем, да вот Чучхелой сейчас мы их там удивим. Кого удивим? Сами себя только. Сами горнолыжные курорты уже взялись за то, чтобы навести порядок на рынке предоставления экскурсионных услуг. Они сами выслеживают так называемых ходунков, нелегальных экскурсионных агентов, а в городе их уже более 150, которые буквально из-под носа уводят у них курортников. Так называемый бегунок или коробейник на дороге ловят гостя, туриста и по сочинскому принципу «девушка, пойдем со мной, тебе будет хорошо», пытается ему впарить. По-другому я не понимаю, да? Тур гораздо дешевле, чем это продают официальные экскурсионные агенты легальные в Сочи. Разобраться с самим туристом сложно, кто есть кто. А вот если они получат некачественную экскурсионную услугу или вообще ее не получат, впечатление об отдыхе в Сочи будет надолго испорчено. Фактами нелегального предоставления экскурсионных услуг заинтересовалась прокуратура АБ полиция. Совместно с администрацией города будут проводиться проверки и если после первого предупреждения выявленные нелегальщики вновь продолжат продажи экскурсионных билетов и попадутся второй раз, их ждет административный арест.